Наши музыканты так пели и играли сегодня, что аж струна не вытерла. Давайте поддержим, брать сестер, которые доверили вас сегодня. Замечательно встретиться в последнее воскресенье лета. Последнее воскресенье лета означает, что наступает осень. И в следующее воскресенье мы соберемся здесь, уже это будет осеннее собрание. Дети пойдут в школу. Мы зашли в магазин с моим сыном старшим, зашли в магазин, где канцелярия, тетради, все. И там он зашел такой, посмотрел направо, на лево, говорит, ну все, началось. Надо поддерживать и говорить, что все, школа это вообще не самое плохое в своей жизни, а возможно одно из самых лучших времен, правда, да? Неделю назад у нас был поход, просто чудесный поход, где взрослые были, дети, неженатые ученики, ученики юго-восточного региона были в глухобейцах. Это было чудесно, да? Кто-то испугался немножечко от погоды, такой непонятной ситуации с властями, кто-то не поехал. Но те, кто поехали, были полностью благословлены Богом. Во-первых, походу. Все из Москвы звонят, как бы там, сильно промокли. В пятницу, суббота и воскресенье в светлое время практически не было дождя. Практически не было дождя. Дождь был только субботой, воскресеньем в ночь. Дождь был конкретный, но один раз и ночью. Было просто удивительное время для детей. Была зорница, где все разделились на две команды. Желтые, зеленые, больше, лучше, и красные. И в конце уже все забыли, кто в какой команде, но было очень классное чувство такое. Что все соревнуются, но в конце победили все. У нас была служба, где мы нашли клад прямо под нашими глазами. Под ногами, да? Да! Мы начали копать. Там, там, нигде не было. И раз, нашелся класс. Представляете, часы хорошие. Тысяча рублей в нем были. Это для взрослых было. Куча конфет. И дети как, вау! Я нашел класс, я сразу стал другом всех детей. Они сразу все пришли, и сразу... Уже можно было собрание заканчивать, и уже было чувство, что все вдохновлены. Но у нас была, тем не менее, проба, и я думаю, что наши сокровища, они всегда рядом с нами. Бог — это главное сокровище. Это было удивительно, это было замечательно. Дети счастливы, мы вдохновлены, закончили это лето, и ждем зимнего выезда с детьми, да? Вот, поэтому, да, небольшой отчет такой, примите, пожалуйста. Похоже, был великолепный. Видео или фото, отчет еще будет прилагаться. У нас будет сегодня проба, и давайте помолимся, и будем открывать Библию. Отец наш Бог, мы благодарны сегодня собраться перед Твоим лицом. Спасибо, что Ты призвал нас в свое присутствие. Многих из людей, которые сидят в этом зале, Ты призвал в свое царство, на откликность на Твое предложение. Мы молим, чтобы сегодня Твое Слово звучало здесь со всей силой, чтобы мы принимали его с открытыми, чистыми, добрыми сердцами. Мы молим о том, чтобы Ты благословил Евангелие и распространение благовестия по всей земле, в России, в Москве и в Новый Востоке. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты охранял спасенных людей, охранял в царстве, охранял наши сердца, охранял наши умы, помышления. Мы молим, чтобы Ты приводил больше новых людей в Твое царство. Мы знаем, что это главное сокровище, которое может быть в жизни любого человека. Мы молим Тебя о благословении нашей встречи сегодня во имя Христа. Аминь. Евангелие от Матфея, седьмая глава. Мы с братьями изучаем Евангелие от Матфея. Начали с Деяний. Три с половиной года назад, по четвергам, каждый четверг мы собираемся и мы читаем по одной главе. Прошли все книги Нового Завета, включая откровение, и начали с Евангелия от Матфея, заново. И поэтому у меня столько много всяких идей и столько вдохновения, что я в ближайшее время буду об этом пропоедовать. Готовлю пробовать про родословную, как было обещано. В ближайшие несколько недель вы ее услышите. Еще одна тема всплыла, я изучаю Библию, понял, что Иисус много говорил о роли материальных благ в жизни человека. И вот такая тема, ее тоже хорошо бы поднять, озвучить, проговорить, в библейский взгляд на нее посмотреть. Это очень важная, очень значимая часть в учении Христа. Это тоже очень значимая часть для современных людей. Как нам относиться, что это такое, откуда берутся, куда уходят это так, и куда уходят, мы все знаем. Сегодня Евангелие от Матфея, седьмая глава, с 24 стиха по 27 стих. Кто, у кого нет Библии, загляните, подсмотрите в Библию соседа, здесь можно. Иисус обращается к группе, где не только его ученики, где много разных людей, он говорит, «Того, кто слушает мои слова и исполняет их...» Вот так, эхо, да? Спасибо, я без перцепента сегодня, но как-то да. «Того, кто слушает слова мои и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим дом свой на камне. Пошел дождь, раздалились реки, подули ветра и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим дом свой на песке. Пошел дождь, раздалились реки, подули ветра и обрушились на этот дом, то он рухнул, и падение его было ужасное. Когда Иисус закончил говорить, народ изумлялся его учением, потому что он учил как имеющий власть, а не как учителя закона». Аминь. Может, это фонит немножко? А, ничего страшного, подвижусь, отлично. Иисус рассказал притчу о двух строителях, о двух людях, которые построили дома. Один из них выбрал построить на песке, второй выбрал построить на скале. И, казалось бы, понятно, что мы знаем, это нуф-нуф, наф-наф, вот эти сказки про три поросенка. Но на самом деле, давайте подумаем, как мыслил тот человек, который строил на песке. Он думал, ну, обычно песок – это что-то рядом с водой, это пляж. Это классно, я хочу иметь дом рядом с водой. Это хороший вид, это престижно, это близко до моря. Это, или до реки, или там до озера, да еще чего, я знаю. Вот, это просто классно, ты вышел, дети, не надо песочницу строить. Все, вокруг тебя одна песочница. То есть, он много плюсов в этих, в этом, чтобы построить. Он аргументировал сам себе. Другой человек подумал так – нет, не эти песчаные уже сказочки надоели. На скале, знаете, строить на скале. Вы пытались вырыть ямку в скале? Дети пытались, взрослые молчат. Это практически невозможно. Это нужно специнструмент, и нужно много усилий. А, знаете, дом – это какое-то основание ножовое. Это значит, ты в скале должен вырыть яму, я не знаю, как это сделать. Потом построить дом, усилия в разы разные. Но результаты, у одного дома рухнул, не просто рухнул, а рухнул с шумом. Не просто шумом, а с ужасным шумом. Здорово – дом быстро. Мы думаем, ну да, это минует меня и так далее. Сегодня, вот только сегодня, в Нью-Йорк, город Нью-Йорк накрыла такая целая ураган. И вы знаете, везде вообще в мире, в США, особенно, недвижимость, которая с видом на океан, считается наиболее престижной. И многие дома, которые находятся возле океана, они фактически стоят на песке. Потому что это прямо вот вода, океан и это дома. Это первая линия, они в разы дороже, чем дальше. И мы читаем эту притчу и говорим, ну да, Иисус так все правильно рассказал. Но вот сейчас, и самые первые дома, которые пострадали, это как раз дома ближе всего к морю были. То удивительно, как Библия оживает, когда мы начинаем наблюдать вокруг нас. Когда мы начинаем смотреть и думать. А вот то, что Библия говорит, глупцы, вот в современном мире они как-то не очень глупцы. Они, можно сказать, преуспевающие люди, которые живут в престижных местах. А в конце концов все разворачивается и так далее. Иисус предлагает нам не то, как нам прожить. Он не определяет, в чем нам ходить, где нам учиться. Он даже не определяет нашу профессию. У нас есть полная свобода для этого, правда, да? Людей, которые хотят идти за Иисусом, он благословляет те, что он дает им основания в жизни. И вот это, на самом деле, всякого человека, который понял это, принял это и начал этому следовать, они, это в его жизни является ценностью. Итак, сегодня мы поговорим об основании, которое есть у людей. На чем основаны наши поступки, на чем основаны наши мысли, наши стремления и наши мечты. Иван, Леонид, Матфейль, третья глава. Немножко раньше вернемся. Ну, это так. В жизни любого человека, как в жизни Христа, он проходил через время, когда все его строение, все, как он жил, все, что он строил, все, что он учил, и учился сам, было проверено. И для него эта проверка была крест. И он прошел ее великолепно. Тем, что Бог воскресил его из мертвых, и он стал примером для многих людей. Правда, да? В жизни каждого человека будет вот эта проверка, когда все, что он строит, будет оценено и проверено. То есть, миновать этого невозможно. Потому что жизнь каждого человека, она имеет начало, и она имеет конец. Иван, Леонид, Матфея, третья глава. Здесь мы почитаем про интересного человека, про Иоанна Крестителя. С первого стиха по одиннадцатый. В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать его действия в пустыне. «Покайтесь», — говорил он, — «потому что Царство Божье уже близко». И об Ане говорил пророк Исаия, — «Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь к Господу, сделайте прямые дороги его». Иоанн носил одежду из блюжьей шерсти и припоясывался кожным ремнем. Пищей ему служили саранча и дикий мед. К нему приходил народ из Иерусалима, и со всей иудеи и окрестностей Иордана, исповедующих своим веке, он крестил в реке Иордана. Парисеи и Саддукеи, которые приходили к нему, Иоанн говорил, — «Вы, змеиное отродье, кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего возмездия? Покажите плоды вашего покаяния. Не думайте говорить себе, мы дети Авраама. Говорю вам, что Бог из этих камней может сотворить детей Авраама. И вот уже топор лежит у корних деревьев, и каждое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто могущественен меня, и даже не достоин развязать его сандалию. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Аминь». Вы знаете, интересный человек был Иоанн Креститель. Он был, Библия говорит, что он был пророк. И он появился в Израиле после того, как 400 лет не было ни одного пророка. 400 лет. Люди, которые считали себя народом Бога, для которых жизненно важно было слышать какие-то откровения, а не 400 лет вообще, как будто тьма. Многие думали, Бог оставил нас, Он проклял нас, Он ушел в другой народ. Другой народ теперь Его избранный. И вот после этого промежутка появляется Иоанн и начинает говорить. Я сегодня хотел бы вначале утвердить одну простую вещь, что основанием смелости христианина является истина. Очень простая вещь. Основание смелости христианина является истинной. Нам нравятся смелые люди, да? С детства мы любим, там, Штирлиц, там, не знаю, кто? Кто? Д'Артаньян, к нам, кунг-фу-панда, если здесь из последних брать. Не знаю, там, смурфики, я не знаю, кто? Вот не бывает героев, которые трусы. Вернее, трусы не становятся любимцами, правда, да? Все знают, есть трус. Вот он Двиттер вот так вот делал, вот в том фильме, и все. Ну, как бы, он смешно, но никто не думает, хочу быть как Христиан, там, и так далее. Это всегда, как бы, он едет, а они немножко в стороне. Всегда люди, людям нравятся такие храбрые, сильные, смелые, как герои, которые ведут себя спасают. Но почти ни в одном фильме нет пути, как стать таким. Я смотрел про Штирлица, фильм, раз 80, я не понял, как мне стать Штирлицем. Он уже, как будто, родился в Штирлицем, таким маленьким. И все, вот это все уже, как бы, было такое. Вы знаете, интересно, что Бог избрал Христиан, Бог избрал нас, чтобы мы следовали за ним, и Он хочет нас наградить многими качествами. Одно из них — это смелость. Сегодня мы посмотрим на Иоанна, почему он был смелый, насколько он был смелый, и к чему это привело. Его пробовать было, как труба, как оркестр с небес. Это было невероятно, насколько люди были ошарашены и вдохновлены одновременно. Здесь написано, что люди из Иудеи, и из Иерусалима, из многих областей приходили, чтобы креститься. Вы знаете, вообще крещение, это был, в Ветхом Завете, это был обряд посвящения язычников в иудаизм. То есть, когда человек, который неверующий, хотел стать иудеем, он проходил там целое, там, много-много-много, и в конце он крестился, и после этого он становился иудеем. Ирина говорит, что к Иоанну шли много иудеев и крестились. Они, они просто в сравнении с тем, о чем учил Иоанн, они были, они почувствовали, мы так язычники уже, нам нужно заново освежить свою веру вообще. И они это делали добровольно. Они приходили, исповедовали в своих грехах, и они каялись и так далее. Смотрите, что делал Иоанн. Иоанн креститель бесстрашно осуждал порог везде, где он его видел. Это круто. Нам нравится между собой потихонечку осудить чей-то порог. Да? Или нам нравится, когда все говорят, кто-то говорит, представляете, этот мир такой ужасный, нам нравится, весь на свете говорит, да, он очень ужасный этот мир и так далее. Но когда ты один, а Иоанн был один, он был в пустыне, ему приходили разные люди, и он представал перед разными людьми, он царю Ироду говорил, нехорошо тебе жениться на жене своего родного брата, отослав свою жену прочь. Это неправильно. Царю нравилась эта идея, но одновременно что-то он с ней боролся. Он понимал, что что-то он делает не то. Иоанн как говорил об украиненном человеке, он с поля пришел к нему рабочий, в соленой робе такой отказ, он ему говорил, я говорю, царю без лицеприятия, как есть. Смелость христианина основана на истине. Не на своем характере, не на том, каким мама нас воспитала, не на том, какой мы видели пример по телевизору, но на том, по что мы верим, что это значит для других людей. Притча 28 глава, 13 стих написано, скрывающий свои грехи не преуспеет, а исповедующий их найдет милость. Аминь. В Библии говорит, что грехи влияют не только на нашу духовную жизнь, она вообще влияет на всю жизнь. То есть человек, скрывающий свои грехи, вообще не преуспеет в этой жизни. Не только в духовной части, не только в отношении с Богом, вообще в жизни. Иоанн смело и открыто утверждал это. Он был как свет, сияющий в темноте. Он не только осуждал порог в людях, и в обществе, и в мире. Он призывал людей к небесам. Он говорил, покайтесь и доверуйте. Иногда нам нравится сказать плохие вещи или негативные вещи, которые мы видим, и на этом остановиться. Но это неправда, это нечестно. Иисус сказал, покайтесь, ибо к вам приблизилось Царство Божье. Правда, да? Смотрите, Иоанн говорил людям о том, что они неправы, но вместе с этим он утверждал какие-то высокие, невероятные идеалы. Он говорил, приготовьте путь для Господа. Приготовьте путь для Него, приготовьте дорогу. Для нас это больше метафора. В то время была... Есть древняя пословица, которая звучала так. Есть три проклятия в этой жизни. Это болезнь, голод и путешествие. Ну, в современном языке я говорю, отпуск. Сейчас сразу хорошо, что я не в древности, да? Сейчас отпуск, наоборот, долгожданное такое время, когда ты куда-то... В то время дороги, это было просто исчание мады, и никто за ними не ухаживал. И только если царю надлежало ехать по какой-то дороге, формировалась специальная группа людей, которые ехали, и они приготовили дорогу для царя. То есть они буквально делали ее, чтобы по ней можно было хорошо проехать. И вот Иоанн говорил, приготовьте путь для Господа. А все было понятно, что это значит. И он говорил такую метафору, что приготовьте путь для Господа в ваши сердца. «Сделайте так, чтобы ему несложно было к вам подъехать, чтобы к вам не нужно было издалека, чтобы можно было прямо и как есть». Он говорил с фарисеями. Фарисеи были духовные лидеры того времени. Это как сейчас взять, не знаю, ведущих, ведущие посты в основных религиях. Там сейчас взять Ислан, там православие, и им говорить какие-то радикальные вещи. Это просто супер смело было. Было невероятно. Он говорил, почему вы скрываетесь как отроди змеи, почему вы бежите от гнева. Вы знаете, я вам в пустыне проповеду. Когда в пустыне пожар горит, знаете, в пустыне горит не так уж много еще есть, правильно, да? Песок не горит. Но там есть трава сухая, в кустике, это все это, как правило, сухое, и там прячется живо всякое. Когда пожар распространяется, змеи бегут обычно первые. Они чуют. И он говорит, почему вы как эти, когда пожар приближается, и вы начинаете оттуда убегать. Он обвинял людей в том, что они закостенели и на самом деле стали прятаться в своих религиозных обрядах. Он утверждал, что скоро придет Спаситель. Он не только вызывал людей во грехах, он обещал, что скоро придет, и он будет крестить людей, нас, Святым Духом. И это было большое вдохновение. На чем основана твоя смелость сегодня, как человека? Это не только вопрос, твоя смелость вот духовная, а вообще твоя смелость внутренняя, когда ты разговариваешь с людьми, когда ты принимаешь решения, когда ты каешься о своих грехах, когда ты говоришь, с кем-то о его грехах, когда ты принимаешь решение меняться. На чем это основано? На твоем воспитании, на примере фильмов, которые ты видел, на примере прекрасных людей вокруг тебя, которые есть, или о том, что ты веришь, является истиной. Вы знаете, в Азии не так давно была ситуация, сколько, 4-5 лет назад, когда ученики собрались вместе в Ташкенте и прособрались, на беседу по Библии, но на самом деле даже не успели Библию открыть. Это было просто как поздравление, и пришли милиции, и забрали всех, и двух братьев судили, административным судом, и признали их нарушителями закона, и оштрафовали их, по-моему, на 5 или на 6 зарплат каждого. То есть приблизительно полгода зарплат, которые их оштрафовали, то, что они собрались как христиане. Что меня поражает, что меня вдохновляет, это то, что ни один из них не испугался быть христианином дальше. То есть оба до сих пор верные, вдохновлены. Что-то в их жизни, что-то в их служении Богу есть такое, что сильнее страха. Аминь. Я читал исторические свидетельства гибели апостолов Иисуса Христа. Наверное, многие знают, читали, но я просто, когда я прочитал весь список, я был тронут вообще. Я хотел бы с вами поделиться. Мы знаем о жизни Христа. Он был рожден, он прожил 30 лет, не покидая пределы Израиля, кроме путешествия в Египет в детстве. Такого тура. И был распят и воскрес на третий день. Аминь. Петр, апостол Петр, вместе с женой, был распят в Риме в 67-м году. Причем он попросил, чтобы его распяли вниз головой, так как он недостоин был уберечь так же, как Господь. Он видел мир верх ногами. Павел, апостол Павел, было безглавное в то же время. Андрей. Андрей прожил удивительную жизнь. Он был во многих местах Европы. Он даже был в месте, где пусть была оставлен Киев. И молился, и благословил особенно это место. Потом вернулся в Грецию, в Ахае, и был распят на X-образном кресте. То есть не вертикальном, а на вот таком. Яков Зеведеев, Яков Зеведеев, он пропавел в Береме, он до сих пор там очень уважаемый человек там. Он был забит палками до спицы. Это Испания, либо Запад Испании, либо в Италии. Яков Зеведеев, который написал откровение, он единственный, кто умер своей смертью, но до этого его приговорили к казни через отравление. Он выпал яд и не умер. Потом его пытались сварить в котле с кипящим маслом, но он тоже не умер. И палачи как-то убоялись, сказали, ну его вообще. И он умер в своей смерти, он написал книгу откровений. Филипп был повешен в Яраполе. Варфоломей, поразительно, он проповедовал в Армении. И там ему, да, в тех краях, да, он умер от того, что с него заживо сняли кожу. Матфей, Матфей, это который начальник всех бухгалтеров, покровитель всей бухгалтерии духовной. Вот. Он проповедовал в Эфиопии и был там зарублен мечом. Фома, Фома, который вначале проявил признаки безверия, помните, да, он не верил, что это Иисус. Фома неверующий называется, да. Ему так было обидно, что вот это Фома неверующий за него зацепилась эта кличка и он настолько изменился, что он хотел доказать Господу, что он не боится вообще ничего, он пошел к народам наиболее диким, как он как тогда считалось. И он проповедовал в Парфе, это современная Центральная Азия, и в Индии, и обратил родственников тогдашнего индийского царя, за что царь приказал его казнить и его убили через то, что он копиями несколько копий в него затронули. Яков, Алфеев проповедовал в Израиле, в Египте, мы не знаем, как он умер, но он не своей смерть очевидно умер. Иудов, Фадей проповедовал в Аравии и в Сирии, и там тоже был замучен до смерти. Симон Зелот в Иудее, в Ливии и в конце концов был распилен пилой в Абхазии. Я был удивлен, что несколько пустолов до наших краев дошли. И Матфей, который на замену вышел в конце, он был забит камнями в Иерусалиме. Вы знаете, что меня поразило в этой всей истории, это не Библия, это на самом деле исторические свидетельства, может быть, спорные, может быть, до конца истинные, но свидетельства многих людей. Что это произошло не в один день, и когда первых апостолов начали убивать, другим стало очень понятно представить, куда это все придет. Да? Если вы были вместе и первых начали преследовать, то есть, понятно, доберутся и до меня. Как будто бы люди, которых последними убили, и вы знаете, их убили большинство, это были цари, которые видели в них личную угрозу собственной власти. Апостолы вообще не хотели ничью власть забирать, они хотели проповедовать о царстве Бога, правда, да? Вы знаете, как будто эти люди вообще ничего не боялись. Как будто бы они, как будто вот страха смерти, который является естественным для человека, для них вообще не существовало. То есть, Эфиопия, Апархия, Индия, Беринеи, то есть, забрались так далеко, как можно было, это граница известного мира на тот момент. Они поехали туда, куда вообще возможно, как будто бы смерти для них не существовало вообще. Это потрясающе. Их смелость была основана на истине. Они не боялись смерти, потому что Иисус победил смерть, правда, да? Подумай сегодня о твоей жизни, о твоих решениях в работе, о твоих решениях дома, о твоих решениях в церкви, о твоих решениях перед Богом. На чем основаны они? На чем основаны желания их исполнить? О собственном рвении, на собственном вдохновении или на понимании, что это то, как должно быть, то, чего в точности хочет Бог. И я не боюсь ничего. Четвертая глава Евангелия от Матфея. Аминь. Мы поражены, меня лично вдохновляет жизнь Яна Крестителя, меня вдохновляет, как он существовал в тех условиях, где он вообще не жаловался, он просто делался в потрясающую работу. Ваклиат Матфеевич, 4 глава, с 1 по 11 стих. Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы ему пройти искушение от дьявола. После 40 дней и 40 ночей проведенных в посте Иисус почувствовал сильный голод. Тогда искуситель подошел к Нему и сказал, если ты Сын Божий, то пригоди этим камням дать хлеб. Иисус ответил, написано, не одним хлебом живет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Дальше Иисус появляется. Вы знаете, Матфей шаг за шагом для нас доносит жизнь Христа. Мы читали, как Он родился. Мы читали в самом детстве какие события были трагические. Мы пришлось убежать в Египет, потом вернуться в другой город, в Назарет. И вот он 30 лет работал в мастерской. Отца он был старшим сыном в семье. Никогда об этом не думал, что он был старшим братом для своих для детей в их семье. Он очевидно заботился, помогал родителям тоже в этом смысле. Судя по всему, отец раньше умер был. Потому что с какого-то момента Библия говорит, что был Иисус и его мать. Очевидно, Иосифа там уже не было, можно предположить. Он был, он работал, он наблюдал, он ждал моменты, когда придет время. И вот Иоанн начал проповедовать. И тогда он понял, что время пришло. Он крестился у него. Мы пропустили этот отрывок в конце третьей главы. И он отправился в пустыню. Зачем нужно идти в пустыню? Вы, конечно, были в пустыне? Кто был в пустыне? Поднимите руку. А в настоящей? Он тут пляж в пустыне. Я был в пустыне, проехал. Ехал, когда был какой-то там в Ашхабад на поезде. Это удивительное место. В какой-то момент в поезде перестает в кранике вода, там больше нет воды. И ходит по вагону человек с ведром и с кружкой. И если ты хочешь пить, ты ему даешь деньги, он тебе догирает кружку и ты пьешь. И первое время думаешь, фу, я из этой общей кружки, надо дали в жизнь. Через часов двенадцать, наверное, ну-ка, ну-ка иди к сюда. Уже ты перестаешь думать, что это там кота, кружка. Ты просыпаешься с утра, рукой проводишь по щеке, у тебя как будто бархатная бумага в школе. Такой легкий песочек. А если ты спишь с открытым ртом, он и на зубах тоже такой. Такой нежный песочек вообще. В пустыне невесело. Там развлечений нот. Там теми такие, то есть Иисус пошел туда, там вообще вот интересного было мало. Он просто пошел в место, где никого нет. Просто побыть с Богом. Потому что он понимал, ему предстоит вот это такое служение. Он не знал, какой это для него будет, но он понимал, что ему предстоит это. И до того, как делать что-то важное, хорошо бы нам побыть на единице с Богом. Правда, да? Не торопяк, не а, я надеюсь, все будет хорошо. Почему? Ну, у меня, я в Бога верю, все будет хорошо. Даже Иисусу нужно было 40 дней для того, чтобы решить все вопросы для себя, до того, как действовать. Сразу после крещения. Это такая иллюстрация, что как только человек приходит с Артоном, крестится, первое время особенно сильно сатана атакует молодых учеников. Правда, да? Он прям пытается и он какие-то вещи мне абсолютно новые дает и так далее. Пришел дьявол и говорит «Прикажи, чтобы эти камни стали хлебом». Вы знаете, в губейском пустыне камни, они из весняка, и он такой немножко изъеденный, и они очень похожи на булочки сдобные такие. Как будто, знаете, когда ты постичься через время, у тебя начинает казаться, что вокруг еда. И он как будто посмотрит, это же как булочки. Давай сделай, а представь, ты раз возьмешь и вдруг это вдруг станет булочкой. Вы знаете, в чем трагизм этого момента, что Иисус мог это сделать. Обладая силой Бога, он мог природить камни в булочке для себя. Знаете, тогда мы, имея какие-то способности, искушены в первую очередь применять их к себе. Используй для себя. Никого не было, никто не мог там что-то подозрить. Сделай, попробуй. А ведь можно дальше пропустить эту ситуацию. А представь, ты пришел в какой-то город и говоришь, так, люди, как у вас с едой, как у вас с деньгами. Это вопрос всегда хороший. Люди скажут, всегда он с плохо с деньгами, да? Скажут, так, булочки, опа, все приходите. На наших встречах я буду раздавать булочки. Это будет просто потрясающе. Следуйте за мной. Знаете, сколько последователей у него было? Миллион, правда, да? Людям покажи, шоу покажи булочки, они пойдут. Но это значило, начать людям давать материальные блага, значило отказаться от того пути, который он избрал сам для себя. Он хотел, чтобы люди шли к нему за спасение. Для того, чтобы свою душу избавить от ада. А не для того, чтобы что-то получить в этой жизни. Правда, да? Это было так потрясающе, как он боролся. Вы знаете, что для меня ценно? Что Иисус в пустыне был один. Почему вы об этом узнали? Потому что он был открыт об этом с апостолами потом. Он рассказал ему о своей борьбе, о том, как ему было тяжело, о том, как дьявол услышал его, я услышал его о самых таких чувствительных моментах для него, о том, где он мог сдаться. Великое счастье для нас признавать, что мы полностью, полностью зависим от Бога. В этом заключается зрелость взрослого христианина, что он понимает, как он нужен Бог. Мы читали этот отрывок, и один брат честно поделился, он сказал, мне сложно принять с уникалью в едином же человек. Прямо трудно поверить. Выглядит, что как будто бы хлеба почти достаточно. Но еще хорошо бы, если Бог был так до конца, но вот как бы хлеб прям в первую очередь и прям значимо много. Дальше читаем. Затем дьявол с пятого стиха привел Иисус на крышу в храм у святого города, если ты сын Божий сказал ему, то бросься вниз. Написано своим ангелом повелит он тебе, и понесу дать тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. Иисус ответил ему, написано так же, не испытывай Господа Бога своего. Аминь. Там я немножко не понял вот этот момент, я понимаю, что храм был высокий, но когда я прочитал когда я прочитал описание, там с одной стороны храма был обрыв и там был долин. Храм был построен на вершине коры всего, и с трех сторон были склоны, с одной был обрыв, и там была долина, в которой жили люди. И вот высота от верхушки храма до земли там это было около 150 метров, 150 метров. Это как невероятно, это 5 9-этажных домов друг на друга стоят. И вот он пришел туда, он стоит, говорит, бросься. И вы знаете, опять, он мог, Иисус так, как был сын и Бога, он мог все что угодно, он мог прилететь туда. Как это было бы эффективно? Люди долины стоят, смотрят, вот какой-то человек сумасшедший, прыгнул вниз, и раз, и раз, вниз и стал. «Я ваш Господь». Все же поверят в вас, правильно, да? Это же так эффектно, так здорово, так великолепно, так значимо и так далее. Даже в Малаке написано, а есть отрывы, внезапно придет храм Господь, которого вы ищете. Есть отрывы, которые подтверждают это, что может быть такое, такое быть, люди оценят, люди понравятся. Но вы знаете, сенсация этого года становится банальностью в следующем году. Правда, да? И если мы строим свою веру, свою убеждение, свою уверенность на чудесах, знамениях или признаках проявления какой-то всемогущества Бога, то рано или поздно нам нужно будет больше, больше, еще и еще. Иисус не строил свою тень, или свою веру на сенсацию. Он строил свою веру на то, что он каждодневно доверял Богу. И учил этому своих же учеников. В Библии написано, что он был услышан благодаря своему из-за того, что он с вопленными и слизами молился Богу. Из-за того, что кто он был, это было так потрясающе просто понять в какой-то момент, что вот моя жизнь, вот что значит жизнь христианина. Да, ты в один момент покаялся, как Иоанн говорил, покаялся, ты крестился, ты попал в царство, и после этого ты живешь ежедневно общаясь с Господом всю свою земную жизнь. И это и есть счастье. Аминь. Для людей, которые могут пришли в первую очередь и говорят, ну, а что тут? А где? А вот что тут такого, что дух захватывает? А если ты живешь с Богом, то через время ты смотришь, куда твоя жизнь пришла, и от этого дух начинает захватывать. Правда, да? Правда. Я помню, когда я пришел первый раз на собрание, я пригласил вот Андрея Шевецова здесь, вот, и я боялся, поэтому мы с другом выпили пива много. Вот, и мы пришли, я пришел, я слышу пение такие большие, такие двери деревянные. И я понимаю, что если я открою эту дверь, я не знаю почему, я подумал так, если я открою эту дверь, войду, то я обратно уже не выйду. Знаете, такие мысли пьяного человека. Почему-то я это запомнил, на самом деле. Я открыл, пришел, и я вообще не понял, что это церковь в начале. Потому что пение, и для меня церковь, это другой образ был. Я думал, это типа, я знаю, какая-то встреча, закончится, и потом будет церковь. И я на самом деле понимал, что потом, вот это и есть церковь. Потому что я услышал пробу, и там об Иисусе что-то говорили, думаю, вау, вот это, ничего себе. Потом мне предложили заниматься Библией. Потом, и знаете, вот если взять и посмотреть, что было с тем человеком, и что сейчас в моей жизни есть, это похоже на чудо. Это сильнее для меня, чем если кто-нибудь прыгнул со 150 метров высоты и не разбился. Я могу сказать, что каждый христианин в этом зале может утверждать абсолютно одинаковую вещь. Как Бог работает это чудо. Аминь. На каждодневном уровне. Дальше. Тогда дьявол привел Лоб на очень высокую гору, показал ему все царства мира во всем их блеске. Все это Адам и Тебе сказал «Если поклонишься Мену». Да, Иисус ответил ему «Прочь от меня сотовна, ведь написано «Поклоняйся Богу моему и служи Ему одному». Когда дьявол оставил его, к Иисусу приступили ангелы и стали служить Ему. Аминь. Мне очень нравится этот момент, когда ты борешься, 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 и в какой-то момент дьявол тебя бросает, найду себе более легкую жертву. Ты чувствуешь, как будто не просто он тебя оставил, но по ангелу пришли. И ангелу помогают. Это потрясающе, это вдохновляет, правда, да? А вы знаете, нет горы, из которой бы увидел, были верны все царства мира. Объективно, нет горы, правда, да? Даже если ты заберешь на Эверест, будут верны только облака. Не было проектора. У меня вчера Коля звонит, говорит, царь проектора не будет. Ну, он был без проектора проповеды, ничего страшного. Библия, главное, чтобы была, правда, в России? Без спецэффектов тоже нормально. Смотрите, часть этой борьбы была очевидная, то есть он привел его на край храмы, и это был поступок. Часть этой борьбы была внуки. Он показал ему все царства мира не перед глазами, а он показал ему в его сердце. Санкт-Петербург сканирует нас постоянно, пытаясь понять, где наша слабость. И он работает через наши внутренние мысли и желания. Через нашу внутреннюю борьбу. Он ищет союзников для себя. Мартин Лютер однажды молился, писал ему эту проповедь, и ему так показалось, что как будто дьявол его искушает, что бросит чернильницу в стену. До сих пор вот в его доме есть, ну, это экспорат, где чернильница разбитая, то есть чернильное пятно на стене. Настолько для него было это очевидно. И он тогда не сдался, у него был конкретный, явный, понятный ответ для этого. Он сказал, что «Я, мое счастье – это служить Богу». Цена свободы, братья и сестры, это вечная бдительность. У крестьянства не бывает отпусков, правда, да? Не бывает, что ты верный, 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 кто может расслабиться. Как только расслабишься сразу, он приходит в гости. Он сразу предлагает свои кинуть уникальные продукты. Один брат поделился со мной, он, они переезжали в другой город, и он хотел купить себе там дом. И он пошел, и он посмотрел, там, в разные варианты, разные варианты, и он говорит, «У меня есть что-то особенное для тебя, что-то особенное». И он приходит, и это просто потрясающе. Он говорит, это просто на вершине горы. И это в два раза, и там, в полтора раза больше, чем обычный участок. Участок очень большой, дом нормальный, и просто видит вот так вот, все, весь город видно, и даже чуть-чуть море там видно, и все. Он говорит, «Я не могу понять, почему так недорого?» Это риелтор ему говорит, «Представь, все это будет твое». И он говорит, «Я у меня как мурашки, я прям вспомнил этот отрывок». И он говорит, «Иди-ка ты подальше вообще». Он посмотрел на него, говорит, «Это чистое воплощение сатаны просто». Он говорит, «Просто в точности процитировал эти все, только подпиши со мной контракт, и все это будет твое». Паша уехал в другое место, купил-то там меньше, и в более далеком месте. Говорит, «Ну, лучше, лучше это самое, с Богом остаться». Чем-то такие дела, да? Смотрите, братья и сестры, это так здорово, что мы можем сегодня понять простую вещь. Иисус не подкупал людей, и Он не делает это сейчас, правда, да? Он не заинтересовывает нас чем-то, что мы можем приобрести в Царстве. Он наоборот говорит, «Придя ко мне, ты потеряешь что-то. Во-первых, ты потеряешь свои грехи. Ну, они и так тебя не делают счастливым, ну ладно. Ты потеряешь часть каких-то возможностей, которые ты мог получить греховными путями. Ты потеряешь что-то, но ты приобретешь вечную жизнь. Он не шел по пути сенсаций, он не шел по пути компромиссов. Аминь. Основание поступков христианина, настоящего христианина, является Писание. Мы говорили вначале, что основание смелости христианина является истинным. Основание поступков христианина является Писание. Я так вдохновлен, что сейчас Бог дает разным ученикам мысли, которые на самом деле они просто начинают искать. Они начинают думать, «Слушай, а вот здесь, я всю жизнь живу так. А это, что Библия вообще об этом говорит?» А вот в этой части, вот в плане работы, как мне быть здесь? Слушай, а вот здесь вот и появляются разные диспуты. Это так вдохновляет, когда ученики взрослее понимают, нам нужно точнее сверять свою жизнь с Писанием. Аминь. Это приведет нас к счастью. Гости, если вы сегодня пришли к нам в первый раз, вас ждет целое сокровище откровений Библии. Я помню, я провел свое первое время с Богом. Я прочитал с утра под фейсмой главу, там написано, «Поступай с другими, так как хотел бы, чтобы поступали с тобой». В этом есть там учение законов, там, учение пророков и так далее. Простая вещь. Как хочешь, чтобы люди с тобой поступали, ты поступай с ними. Для Кристинина простая вещь. Для меня, только что укресившуюся, это взорвало мой мозг. Я еду на занятия, там, в летный институт, я улыбаюсь. Знаете, парень 8 утра в Новосибирске, который улыбается, это только он или со спецификой, или пьяный. Не других вариантов, в то время особенно, в начале 90-х. Когда вечером-то не особенно улыбались. Я чувствую, я прямо улыбаюсь, я пришел в группу, говорю, «Люди, вы хотите, я вам расскажу, как надо жить?» А не «Как?» «Поступай за другими, как ты хотели, что с тобой поступали». Ну и что? Говорит, «А ты почему?» Говорит, «А почему?» И давайте, а я не буду дальше нам подсказывать и так далее. Это просто потрясающе. Смотрите, Иисус не предлагает нам детали нашей жизни, Он предлагает основания. Подумай сегодня о двух вещах просто в своей жизни. О смелости, которая у тебя есть, на чем она основана. И хочешь ли ты ее иметь вообще? И вторая вещь, подумай, подумай, на чем основаны твои поступки, твои решения, твои выводы, которые ты делаешь, на желаниях, чувствах, которые есть, или на точном понимании Писания. Согнать искушал Иисуса именно Писанием, и Он отвечал о более глубоких знаниям Писания. Друзья, у нас есть возможность следовать за Христом и быть уверены, что мы придем на небеса. Но для нас есть простое задание, как быть верным в Нему каждый день. Аминь. Господи, вы пришли в правильное место, мы хотим пригласить вас изучать Библию, стать христианами. Мы правда не обманываем вас. Это не легкая жизнь, но это потрясающая жизнь. Это вдохновляющая жизнь, потому что ты чувствуешь Бога рядом с собой. Ты чувствуешь, что твоя жизнь исполнена смыслом. Знаете, один из лучших путей, один из единственных путей, как избежать депрессии, это жить по своему предназначению. Может быть, Иоанн Креститель, а да, он закончил свою жизнь трагически, но я могу точно сказать, у него не было депрессии. Да, апостолы, и судьба трагичная с точки зрения современного человека, но я могу точно сказать, ни у одного из них не было депрессии. Потому что они точно понимали, в чем их предназначение. Давайте следуем за Христом, в этом есть воля Бога для нас. Аминь. Давайте молиться, и нас будет ждать пречения. Продолжение следует...